В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В России проходит декларационная кампания. Гражданам нужно отчитаться о доходах за 2019 год. Подарок для защитников Отечества в Саровском драматическом театре прошел концерт ансамбля России имени Людмилы Зыкиной. Первая победа в матче плей-офф. Хоккейный клуб Саров встретился с Сеченово. Далее расскажем обо всем подробно. Незнание правил дорожного движения или невнимательность. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии на перекрестке улиц Зернова и Арзамаской, где автомобиль Росгвардии, который двигался в составе колонны, столкнулся с малолитражкой. Последний выехал на перекресток, несмотря на то, что он был перекрыт машиной военной автоинспекции. Обошлось без пострадавших. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Из четырех ДТП, которые произошли на прошлой неделе, только в одном пострадал человек. Виновником аварии на перекрестке улиц Герцена и Гоголя стал водитель автомобиля Форт Куга. 60-летний саровчанин ехал по второстепенной дороге и не предоставил права проезда машине Датсун-Ондо, которая двигалась по главной. В результате ДТП водитель автоинспекции Датсун-Ондо получил телесные повреждения в виде открытой раны лба, небольшая царапина с ушибом. Скорая выехала, оказала помощь на месте ДТП. В аварии на перекрестке Московская и Курчатова обошлось без раненых, хотя столкновение, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, было достаточно сильно. От удара автомобили разлетелись, как шары на бильярдном столе. Авария произошла в ночь с 23 на 24 февраля. Как пояснил водитель Митсубиси Лансер, который стал виновником ДТП, его ввел в заблуждение мигающий желтый сигнал светофора. Мужчина почему-то ждал, что потом загорится зеленый. Выехав на перекресток, он столкнулся с машиной Киа, которая двигалась по улице Московской со стороны Ледового дворца. Киа от удара отлетает на встречную полосу и совершает еще столкновение с автомашиной Форт, которая двигалась по улице Московской со стороны улицы Березовой. Трагические последствия пьяной езды за городом сотрудникам удалось предотвратить. Горожане сообщили в дежурную часть о том, что в садоводческом обществе «Союз» мужчина гоняет на квадроцикле. На место выехал наряд. Нарушитель решил скрыться. После того, как техника застряла во враге, он пустился бежать, но был задержан. Прав на управление квадроциклом у него не было. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. В России проходит декларационная кампания. До 30 апреля граждане должны отчитаться о полученных в прошлом году доходах. НДФЛ, как правило, удерживается заработной платой. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию. Налоговая инспекция напоминает саровчанам о необходимости отчитаться о своих доходах. Речь идет о подаче декларации 3 НДФЛ. Гражданам нужно отчитаться о доходах за 2019 год, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц. К таким доходам относятся доходы, полученные от продажи имущества, например, квартир, домов, земли, включая переуступку прав. Если вы владели данным имуществом менее минимального срока, то есть 5 лет, то вам необходимо подать декларацию. К таким доходам относятся и продажи автомобиля, гаража или нового имущества, если человек владел им менее 3 лет. При получении в дар недвижимого имущества или транспорта, акций, также необходимо подать налоговую декларацию. Декларация также подается при получении выигрыша в лотерею или получении подарков. Данные декларации по форме 3 НДФЛ необходимо подать до 30 апреля 2020 года. Те, кто предоставляет налоговую декларацию для того, чтобы получить социальный или имущественный налоговый вычет, могут сделать это в течение всего года. Заполнить налоговую декларацию можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы или при личном обращении в инспекцию или МФЦ. Сам налог нужно заплатить до 15 июля. Департамент образования ищет семью для подростка 2005 года рождения, оставшегося без попечения родителей. За подробную информацию можно обратиться в Дом учителя к специалистам сектора по охране прав детей с 8.30 до 17.30 в рабочие дни или по телефону 9-55-72. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Победу одержал Харитон Игнатов из 15-го лицея. 24 марта в Центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. У Саровчан будет возможность пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости. Телефон для справок 7-92-20. Художественная галерея приглашает Саровчан на примеры документального фильма «Матисс». И эта лента познакомит зрителя с жизнью и творчеством классика модернизма Анри Матисса. Современные искусствоведы называют его работы скульптурами на холсте, подчеркивая самобытный и в то же время революционный стиль художника. Показ очередного фильма из цикла «Арт-лектория в кино» состоится в четверг 27 февраля. Начало в 6 часов вечера. Билеты в кассе галереи. Для лиц старше 12 лет. Саров примет участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями. Мама и папа выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру сдачи госэкзамена от рамки металлодетектора до получения результатов. 27 февраля в Нижегородской области будут работать несколько десятков пунктов проведения экзаменов. Сдать его можно будет и в Сарове. В предыдущие годы родители писали ЕГЭ по русскому языку и математике. В этом году им предстоит проверить свои знания по истории. Саровчан приглашает на очередное занятие школы ответственного собственника. В этот раз темой встречи станет обеспечения жителей города теплом и горячей водой. В роли приглашенного эксперта выступит главный инженер акционерного общества обеспечения РФЦНИФ Александр Беляев. Он расскажет о повышении энергетической эффективности системы отопления в многоквартирных домах Сарова. Занятие школы ответственного собственника пройдет 27 февраля в библиотеке имени Маяковского. Начало в 17.30. Для лиц старше 16 лет. В Саровском драматическом театре прошел торжественный вечер, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Теплые слова в адрес тех, кто с оружием в руках отставил независимость нашей Родины, прозвучали от первых лиц города. Настоящим подарком для гостей праздника стало выступление Академического русского народного ансабля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. В концертном зале Саровского драматического театра собрались ветераны, свидетели войны и будущие защитники Отечества. Праздничный вечер начался с поздравлений от первых лиц города. Представители власти отметили, что Саров и каждый его житель имеют огромное значение для обеспечения обороноспособности нашей страны. Мы выражаем все огромный низкий поклон и глубокую благодарность жителям нашего города за вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, за патриотическое воспитание молодежи, за воспитание наших детей, за воспитание наших внуков в духе патриотизма. Поздравления сменились концертом Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Для виновников торжества со сцены прозвучали песни военных лет, народные музыкальные зарисовки, жизнеутверждающие композиции эпохи Советского Союза. Гости вечера вспомнили сотрудников ядерного центра, которые погибли в страшной трагедии под Архангельском 8 августа 2019 года. Им артисты посвятили песню «Твои следы» Муслима Магомаева. Программа концерта несколько раз менялась. По словам художественного руководителя коллектива Дмитрия Дмитриенко, музыканты с особым трепетом подбирали каждую композицию. Перед самым началом концерта мы опять немножко кое-что изменили, кое-что поменяли. И даже во время концерта, вот после как раз песни «Твои следы», где появились фотографии вот этих замечательных, увы, к сожалению, погибших героев, настоящих героев, сынов Отечества, даже немножко тоже изменили, не стали после этого исполнять то произведение, которое было запланировано. Вот как-то эта программа вся сегодняшняя, она как-то вот так вот была вот через сердце прошла, через душу. Не просто вот сложилась в виде жанровых каких-то, так сказать, принадлежностей, а вот как-то она вот так вот выстроилась, и такое же ощущение во время концерта было абсолютно. Защитников Отечества всегда сопровождала народная музыка. Она мотивировала, придавала силы, поднимала боевой дух. Сейчас ее чаще можно услышать в современной обработке, но неизменным осталось одно – искренность и душевность русской песни. Она такая особенно душевная, она попадает, каждое слово, любой песни, оно попадает в самое сердце, и неважно, старый ли млад, если это настоящее, то оно достигает самого сердца, самых глубин и важных каких-то струн, которые всегда мы обязаны будить. Концерт ансамбля «Россия» стал отличным подарком для саровчан в преддверии Дня защитника Отечества. Коллектив гастролирует по всей стране и за ее пределами, выступает перед военнослужащими в зонах боевых конфликтов, передавая в песнях красоту нашей страны и дух русского народа. Хоккейный клуб «Саров» одержал первую победу в матче-плей-офф чемпионата Нижегородской области среди мужских команд высшей лиги. Соперником наших игроков стала команда «Сеченова». Матч закончился со счетом 8-2 в пользу саровчан. Подробности далее. Псаровским спортсменам удалось распечатать ворота соперников уже на первых минутах игры. Проведя несколько острых атак, хоккейный клуб «Саров» забросил сеченовцам еще три шайбы, получив в ответ одну. Во втором периоде за воротами гостей зеленый свет загорался еще три раза. Отыграться в этом матче сеченовцам так и не удалось. Уже в третьем периоде хозяева льда окончательно закрепили свое преимущество и закончили игру с разгромным счетом 8-2. Более-менее, не удовольствие, но удовлетворительная оценка для первого этапа. Посмотрим, что будет на выезде. Хоккейный клуб «Сеченова» еще совсем молодая команда и в играх высшей хоккейной лиги участвуют впервые. Перед каждой игрой ребята ставят перед собой задачу вернуться домой с победой, но пока спортивная фортуна обходит их стороной. Моментов много не реализовали. Было много, забили бы, может быть игра была интересная. А так, по порой неплохо сыграли. Следующую встречу Саровской ледовой дружины проведет на выезде 29 февраля. Наши спортсмены вновь скрестят клюшки с сеченовцами. Если они одержат победу, то обеспечат себе выход в полуфинал. А это значит, что у саровчан есть все шансы стать чемпионами Нижегородской области среди мужских команд высшей хоккейной лиги. Спортсмены школы «Икар» выступили на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе в Оренбурге. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 атлетов из семи регионов. Саровчане завоевали несколько серебряных и бронзовых медалей. Подробности далее. Софья Голубкова с 5 лет занимается прыжками на батуте. По словам девочки, главное в этом спорте отрабатывать технику, высоту прыжка и сложность элементов. На соревнованиях в Оренбурге саровчанка стала второй в личном зачете. Воспитанница Дюши Кар выступала на двойном мини-трампе с сальто-назад в группировке 2 с полувинтом и с элементом сгиб-разгиб с поворотом на 540 градусов. В первом элементе, например, как сальто-назад зависит 2 с полувинтом. И если как-то не попадешь неправильно, то второй элемент может просто не получиться или получится только не в ту зону. В моей категории было 13 человек, один поток. Я подружилась с девочкой из Самары. Ну, и мне достаточно было сложно ее выиграть. Скорбинации были намного сложнее, но я справилась. В первенстве Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте соревновались 250 участников из семи регионов. Наш город в составе делегации из Нижегородской области представляли 13 спортсменов. Упорные тренировки на протяжении года дали свои результаты. На соревнованиях Максим Синицкий стал серебряным призером. Школьника привлекает возможность регулярно развивать свои физические способности и осваивать новые комбинации в батутном спорте. Я там, например, на первый день сделал элемент, а к третьему дню уже его освоил. И уже на четвертый день мне его легко делать. Мне надо было сосредоточиться, собраться на комбинациях. Если я сосредоточился, у меня все получилось. Мягкое и точное приземление умения сконцентрироваться и грамотно сгруппироваться в нужный момент. Без этих навыков сложные комбинации юные батутисты освоить не смогут. Научиться контролировать свое тело – главная задача, которую тренер ставит перед прыгунами. Прыжковые элементы. На батуте мы обкручиваемся. Более сложные элементы. Мы прыгаем. Вот сейчас нам сделали прыжковую яму. Мы там обучаем детей сложным элементам уже. Они, которые только учатся, они же им тяжело делать здесь, боятся. А там полегче, им уже не страшно. Они прыгают, более сложные элементы. Потом как-то научатся делать более-менее технически. Они уже переносим мы вот эти элементы сюда уже, на жесткую опору. Воспитанники Дюж Шикар не раз становились лучшими на соревнованиях в нашей стране и за ее пределами. Среди титулованных саровчан девятикратный чемпион мира Михаил Заломин и член сборной России по прыжкам на батуте, мастер спорта международного класса Александр Одинцов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин